Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и давненько, ох, давненько мы с вами не играли в игру People Playground, а ведь прошло немало времени, и появилось немало новых штуковин. Например, теперь можно добавлять моды, но о них мы поговорим немножечко позже. Сперва хочется посмотреть на изменения основной игры. И если вам понравится этот ролик, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну что ж, друзья, у нас есть человек, он стоит, он не мерзнет, хоть идет снег. И, в общем-то, холода бояться ему не стоит, ведь у нас появилось что-то под названием Горс. Это какая-то неведомая четырехлапая хреновина, которая делает что-то неведомое. Давайте посмотрим. Оу! Она плюется ядом, но, по-моему, чуваку не то чтобы снег ни почем, и яда он тоже не боится, он даже не падает. А в чем тогда фишка этой ползающей зубатой штуковины? Нифига себе! И яд у нас оказывается не быстродействующий, а лишь со временем он начинает разъедать плоть и кости человеческие. Блин, чувак, тебе нужно было бежать. Вот ты думал, что это просто какие-то харчки, словно человек в тебя плюет. Но на самом деле это суперсмертоносный яд. И от тебя остались только рожки, костяшки и немножечко ножек. Бедняга, дружище, давай сложим тебя в кучу, чтобы потом было проще тебя убрать. Ладно, давайте его реально уберем. Хотя пускай и тут лежит. Как напоминание о злобности вот этого существа. Существо, очевидно, оно биологического происхождения. Поэтому можно против него тоже применять какое-нибудь оружие, надо полагать. И попробуем справиться с помощью старого доброго автомата Калашникова. Отстрелим сначала ноги. Эй, не прыгай! Блин, из него течет яд. Интересно, интересно, интересно. Сразу возникает идея для нового опыта. А если этим ядом облить человека? Произойдет что-то или нет? Его начнет разъедать? Вот что меня интересует. Кстати, штуковина походу умерла, потому что она больше не смеет плеваться в людей. Да, и ноги так повисли, будто бы все жизненные соки из нее вытекли. И кровь ее не кислота. Как у того же Чужого. А жаль, была бы интересная задумка и куча новых интересных сценариев. Ну окей, отбрасываем штуку в сторону и смотрим, что у нас появилось тут. А, в общем-то, и ничего. Все те же ключи, мечи, копья, молотки да топоры. Ладно, из огнестрельного оружия что мне приходит в голову? А мне приходит в голову... Так, это мы видели ранее, да? Это старая пушка. Где же, где же новое орудие? Опачки, какая-то базука, причем колоссальных размеров. В чем ее фишка? Вау! Сначала она выплевывает снаряд, а только после этого снаряд активируется. О-хо-хо-хо-хоу, дружище! Да, честно говоря, мне казалось, его какое-то время просто протащит на снаряде. Но нет, снаряд детонирует сразу после столкновения с объектом. Да, действительно это так. Но окей, придется поставить нового человека, потому что от старого не осталось ни следа. Ну как, следы остались? Но их за следы считать мы не будем. И от нового тоже ничего. Так, что еще? Эд, что за штуковина? Похоже на какую-то пинтбольную пушку. Ну, прикольно, да. Стреляет стрелами. Чувака немного скукожило. Он плачет, ноет. Правда, плачет не глазами, а плачет животом. Не знаю, будет ли какой-то эффект последующий. Просто вокруг раны образовалась такая вот фиолетовая пленка, которая появляется как раз-таки после разъедающих веществ, после соприкосновения с плотью. Вот, например, та плюющаяся штуковина, она вызывала точно такой же эффект, после чего человек начинало жестко разлагать на молекулы. Здесь же подобного не наблюдается. Можно выстрелить в ногу. И, в общем, да, чувак, очевидно, жив еще. Он даже дергает руками, возможно, это остаточные рефлексы. Чувак, ты жив или нет? Ну, после выстрела в голову, я думаю, шансов точно... Эй, не закрывайся руками, это нечестно. Да, все, он погиб, потому что голова повисла. Стрела попала прямо в шею. Давайте переходить к следующей пушке. Надеюсь, я ничего из оружия не упущу. Шотган. Ну, шотган это просто шотган. Типа, окей. Ничего необычного. Все очищаем. Давайте даже, наверное, сделаем сразу несколько подопытных. И пройдемся по оставшемуся оружию. Это у нас что? Снайперская винтовка? Было. А вот штормбан похоже на немецкое название. Возможно, это оружие прямиком из подвалов Третьего Рейха. Или аненерба, например. Ну-ка. Оу. Оно бьет током, но почему-то отталкивает людей. Так, мне это не нравится. Эксперимент можно признать неудавшимся. Давайте человека заморозим. И только после этого начнем... Оу! Оу! Он немного сжигается, да? Ах, его мясо буквально испарилось. Действительно. Ах. И сколько нужно разряда, чтобы человеку пришел конец. Он держится только за голову. И если бы не голова, он, скорее всего, рухнул бы. Ладно, а что если робота? Ну, роботу, скорее всего, ничего не будет. Хотя, при большом напряжении и очень большом токе, даже металл может деформироваться или начать плавиться. Но здесь, похоже, нет. Просто огромное напряжение. Без большого тока. Жалко! Окей, новые люди, новые испытания. Пушку можно утилизировать. Утилизирую я просто схватил, махнул, улетела. Таковы наши правила. Они простые. Станнер. Похоже на электрический пистолет, используемый полицейскими США, который выстреливает несколькими иглами. Эти иглы вонзаются в туловище человека. По проводам идет ток и... Ну, вы знаете. Ну, в общем-то, почти. Почти именно то, о чем я говорил. Но действует оно иначе. Да, я вижу, что вроде что-то вылетает. Едва заметные такие желтые линии. Возможно, это и есть те самые иглы. Но убить подобным образом человека, мне кажется, невозможно. Такс, а это у нас просто МП-5. Старое, доброе, вкусное, приятное. Вот это же другое дело. Но почему-то огневая мощь, ультра убойная, превращает человека в настоящий кусок фарша. Окей, это мы использовали. Река... Реконструктор? Реконструктор? Эээ... В смысле? Он должен хилить? Не понял. Погодите, погодите, погодите. Что за реконструктор? Что это за штуковина? Очень страшно, непонятно. Да, он, значит, должен хилить. Но почему-то вот чего? А вот этого чувака отхилить он, ну, не может. Так, а может быть, после одного выстрела? Просто тут уже целый кусок мяса, и вряд ли из него получится сделать старого доброго человека. Один выстрел в жопу, он не убивает. Ой, током, зачем я ударил его током? Ааа, не та пушка. Так, моя ошибка, ладно. Возьмем оружие попроще. Обычный пистолет и тот самый реконструктор. Давай мы выстрелим тебе, ну, понятно, куда. Ау! Что-то как-то люто, люто много дэмэджового пистолета, но чувак жив. Да, кровотечение прошло, и он даже встал. А после выстрела в голову? Получится ли ожить ему? Да, действительно, пистолет оживляет. Давай, чувак, у тебя все получится, ты живее всех живых. Подумаешь, у тебя мозг вытек через ухо. Но это ведь не проблема. Ооо, нет, не падай. Ха, ладно. Так, эээ. И, п-п. Риджид диффер какой-то. Ну-ка. Что? Что? Замораживающий яд какой-то. Ну да, чувак, реально, некоторые его части просто заморожены. Он пытается дергать ногами. Ну вот мы его заморозили. Да, и он превращается, ну, грубо говоря, в сосульку. Вот что будет с тобой происходить. Да, толком он не движется. Ну, можно его, его даже, нет, порвать его все-таки можно. Ну и, похоже, из этих пушек мы посмотрели на все. Ну, не сказать, что появились какие-то новые интересные штуки. Здесь просто взрывающаяся бочка. Какой-то розовый взрыв. В чем его фишка? Поставлю человека наверх. Стоять. Не падай. Стоять, стоять. 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 Включу замедление на всякий случай. И попробую штуку активировать. Да, действительно, это просто розовый взрыв и ничего более. Ну, подумаешь, чувак. Ну, розовый взрыв. С кем не бывает? Бывает со всеми. Тут различные механизмы, но на них, смотрите, сегодня не буду. Ядов тоже новых не замечаю. Как, в общем-то, и тут ничего. Давайте перейдем к модам. Это уже будет интереснее. Тестить мы сейчас, друзья мои, будем оружие из сталкера. Начнем с чего-нибудь попроще. Обычный ПМ. Ну, вряд ли он даже пробьет бронежилет вот этого спецназовца. Но посмотрим. Ай, где же твой бронежилет? Пистолет вроде не должен пробивать его. Ладно, выстрел в голову. Ну, понятно. Пистолет. Он и в Африке пистолет. Ничего нового. Ничего необычного. Удаляем. Ставим нового подопытного. Где-то он должен быть тут. Или можно даже использовать вот такого товарища. Настоящего спецназовца. Даже у него пушка имеется, с которой он может стрелять. Но вряд ли его защита позволит защититься от ПМа с глушителем. Да, мне нравится звук. Реально. Эй, что с пушкой? А что она такая это? В невесомости Так, давайте Несколько-несколько товарищей возьмём Тебя, тебя и тебя И пройдёмся всем оружием По каждому из них Марта, пистолет, такого пистолета в Сталкере Я честно сказать не помню Но... Ау, я даже не целился, случайно вышло Опять улетает куда-то оружие Шотган, вот это вещь Знакомая всем из детства Да, просто... Вот что делает шотган с людьми. Похоже, не самый подходящий чувак, только игра залагала. Давайте поставим, пожалуй, кого-нибудь попроще. Ха-ха, блин, как же его раскурежило. Так, ты подойдёшь, а ты тоже будешь разваливаться. Ах, вот тебя. Ты подходишь. Шлем защищает или нет? Да почему шлем не защищает, я не понимаю. Окей, окей, окей. Давайте ещё на что-нибудь взглянем, например, на ТОС-66. Это мало напоминает... Стоп, это... это обрез. Это, мать его, обрез. Минус колени. У всех одновременно минус колени? Что-то прям как-то совсем жёсткий обрез. По-моему, огневую мощь ему несколько, ну, загнули, задрали. Давайте очистим и возьмём уже настоящее ружьё, которое не является обрезом, а является просто ружьём. И попробуем действовать аккуратнее, чтобы другие люди выжили. Выстрел в туловище. Хм. Должно было, пожалуй, его сильно отбросить после такого выстрела. Ведь убойная мощь реально зашкаливающая. Но нет. Он остаётся стоять. Даже после... Нет, после выстрела в голову стоять он не остаётся. Следующее оружие. Но, конечно же, друзья, это пушка Гаусса. Самое, наверное, мощное оружие в игре. Ну, и одно из моих любимых. Ну, давайте начнём с головы. Да, звучит оно, конечно, интересненько. Но чего-то ему явно не хватает. Какого-нибудь, может, спецэффекта. Хотя, какое может быть спецэффект у пушки Гаусса? Как мы знаем, просто с помощью электромагнитных волн снаряд разгоняется в стволе до очень большой скорости и вылетает. По итогу мы не видим ни вспышки, и, по идее, даже звука не должно быть. Хлопка. Хотя, хлопок, если будет сверхзвуковая скорость, возможен. Ладно, я не сильно разбираюсь. Короче, вспышки точно быть не может. Наверное. Ну да, не может. Какая вспышка, если нет взрыва? Понеслась! Ну, блин! А вот звук громкий. Звук громкий. Наверное, скорость действительно сверхзвуковая. Ну, так себе, так себе. Мне впечатляет. Мне впечатляет. Что ж, давайте возьмем, пожалуй, кого-нибудь вот такого. Напоминает он вам кого-нибудь или нет, интересно? Я думаю, что да. Так-с. Пушки, пушки, пушки. Возьмем. Вот она. Винтовка Драгунова. Оу! Да, колени простреливаются очень жестко. Убойная мощь гораздо выше, чем у той же пушки Гаусса. Она меня, прямо скажем, разочаровала. Ожидал я от нее гораздо лучшего результата. Но что есть, то есть. Придется с этим жить. А вот робот. Воу! Даже роботу приходится не сладко. Сразу из мозга начинает течь масло. Он стоит все это время. Твой центральный процессор, дружище, уже уничтожен. У тебя даже головы быть не должно, не говоря уже о социальном. Лежать. Встанешь? Выстоишь? Не, все. Обмяк. Тело просто превратилось в какую-то ссаную тряпку. Масляную. Такие вот, друзья, дела. Ну что ж, на пушки мы посмотрели. В общем-то, других каких-то интересных штук я тут не наблюдаю. С устройствами совсем другой разговор. Можно придумывать, наверное, какие-то схемы необычные, их использовать. Но так на скорую руку, конечно, далеко не уедешь. Опачки. А тут еще две. Есть несколько пушек, конечно. Винторез. Это ж винторез, да, ведь? Да, ВСС винторез. Классная пушка. Она супер офигенная. Ее очень многие любят. Она реально крутая. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Винторез. Завинтил все винты, блин. И отрезал все конечности. Жестко. Очень жесткая пушка. Убойнейшая, убойнейшая. Хотя нет, мне сказать. Винтовка Драгунова. После одного выстрела оставляла от головы робота лишь половину. А здесь даже очередь. Ничего не дает. Ладно. У нас есть еще калашников. Есть SGI И L86 Не знаю точное название Могу ошибаться, поэтому и произносить его не буду Так, ладно Эй, 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 эй Ну, в общем, да А скорость стрельбы Ну, такая себе средненькая Ну, а калаш понятно, что за штука Калаш уже в игре был, это, конечно Ни в одной игре про стрельбу не может не быть калаша Это супер легендарное оружие Его можно встретить всегда и везде Ну и на этом, друзья, мы, пожалуй, пока остановимся Именно за этим я в игру и зашел Посмотреть на самые новые вещи Сами разработчики добавляют их почему-то неохотно А жалко Ведь возможностей у них, по идее, гораздо больше Чем у других моддеров Но будем надеяться, что все еще изменится На этом пока все Большое спасибо за внимание, за просмотр До новых встреч, всем удачи, пока Будьте счастливы, не болейте